Соединяя берега. В середине ноября в селе Новонекольском Козлужарского района открыли новый мост через реку Есиль. Это одно из главных детищ именитого агрария Геннадия Ивановича Зенченко. Герой труда ушел из жизни три года назад. Его дело сейчас продолжают сын и внук. Они развивают село, успешно ведут бизнес, держат высокую марку продукции, выпускаемой под брендом фамилии Зенченко. О семейных традициях, социальной ответственности и людях труда наш следующий материал. Геннадий Иванович Зенченко – известный казахстанский аграрий, с именем которого связано крупное передовое предприятие Северного Казахстана. Строгий, мудрый, но в то же время успешный и справедливый руководитель. Душой и сердцем он переживал за родной край, заботился о его благосостоянии. Он построил передовое хозяйство, развивал родное село, но не успел довести до конца давно намеченное дело – построить новый мост на въезде в Новонекольское. Строение, которому не будут страшны ни паводки, ни другие природные стихии. Еще в далеком 80-м году он сделал первую переправу. За четыре десятка лет она устарела. Завершить начатое и исполнить мечту отца взялся Геннадий Геннадьевич Зенченко. И вот в середине ноября с участием премьер-министра Оскара Мамина и главы региона Кумара Аксакалова мост открыли. Это объект не только Новонекольское, я даже поправлю немножко, это не только село Новонекольское, это и Новоалександровка, это и Трудовое, и Андреевка, и Владимировка, и Бастандык, это шесть сел, которые идут за нашим мостом. Это именно ключевой мост, который сегодня соединяет берега. Соединяем берега, как мне один Аксакал сказал, Геннадьевич, ты знаешь, что это такое соединяем берега? Значит, жизнь продолжается. Это очень радует, что сегодня старое поколение все это оценивает. Во время паводков старый мост уходил под воду. Новонекольское и шесть ближайших сел превращались в острова, отрезанные от цивилизации. Новая переправа позволила жителям навсегда забыть о проблеме. Все благодаря именитому земляку. Разрабатывать проект и строить начали в 2018-м. Командитное товарищество выделило 4 миллиарда тенге. Помогали в возведении стратегического объекта его сотрудники, специалисты из Восточного Казахстана и Курганской области России. Протяженность моста более 220 метров. Ширина – 8. Мост через реку Ишим неординарен. Он сделан из двух конструкций металлического строения. Три пролета и три пролета – это балки. Уникальность, наверное, в том, что большой пролет, он не судоходный, но нужно было сделать так, чтобы во время паводка ледовой состав мог пройти, не нарушая. И самое главное – это обеспечить проезд транспортных средств на другой берег. Денис Десятов работает в командитном товариществе больше трех лет. Он один из тех, кто занимался возведением главной артерии, соединяющей берега реки Исиль. Перед ним стояла сложнейшая задача – сделать быстро, качественно и на века, признается Денис. Начали строительство в августе месяце, первую сваю, когда уже приехали курганцы, можно сказать, первый бетон. У нас, когда узнали, что надо будет залить 3500 кубов в первые два месяца, все были как бы в шоке. Но ничего, справились, даже сами мастера из России говорили, разве так можно. Но работали, работали день и ночь, но как бы не тяжело, все нормально было. Мы не будем объезжать по поливым дорогам, как бы делать лишний час дороги. Строить и наводить мосты в прямом и переносном значении. Давний друг Геннадия Зенченко Иван Саур познакомился с североказахстанским хлеборобом еще в начале 90-х. Сразу увидел в нем родственную душу, говорит Иван Адамович. Высоко ценит его труд, а еще отмечает рвение, стремление, упорство, с которым Геннадий Зенченко шел к заветной цели. Он очень переживал то, что вроде бы все сделал, всю подготовительную работу привез, этот дефицитный металл. Тем более металл такого проката, это в то время вообще было нереально достать. Он это сделал, но осталось дело за малым, получить разрешение, разрешение он не мог получить. Но эта мечта ему не давала покоя, чтобы вот все-таки сделать этот мост, осуществить этот проект. Учитель продолжается в своем ученике. Глава еще одного агрогиганта Северного Казахстана Еркеблан Мамбетов начинал свой путь под руководством Геннадия Ивановича. После обретения Казахстана независимости пять лет работал в совхозе Новонекольском. Мастером-наладчиком, механиком-инженером. Тогда получил бесценный опыт. В 1998 году открыл собственное производство. По его словам, герой труда Казахстана Геннадий Зенченко оказал на него огромное влияние. Я приезжал к Геннадию Ивановичу и консультировался. И он мне говорил, ну вот простыми словами, говорит, Еркеблан, если ты хочешь заботиться о людях, не воровать, то открывай. Потому что командитное товарищество – это полная ответственность. Поэтому сегодня, наверное, что-то, если у меня получилось, вот благодаря его советам. Я думаю, память о нем будет долго-долго еще жить. 18 декабря 2016-го Геннадия Ивановича не стало. Память о нем будет жить не только в его семье, но и в родном селе. Новый мост, соединяя берега, который остался в наследство родному краю, сейчас служит символом терпения, трудолюбия, гордости от тех, кто посвятил жизнь во благо народа. Абай Альжанов, Жудызбек Ермуканов, Новости МТРК.